Вы в Оренбурге, меня зовут Ирина Левина, и будем разговаривать в этой программе с доцентом кафедры философии и культурологии и религоведения Оренбургского государственного педагогического университета Еленой Тарасенко. Елена Николаевна, здравствуйте. Добрый день, уважаемая. Сегодня будем говорить об известном художнике конца 19-го, начала 20-го века Лукьяне Попове, уроженце Оренбурга. Напомню слушателям, кстати, номер для смс-сообщения. Если вдруг будут вопросы об этом, художники тоже можете их задавать. Плюс семь, девять, два, два, восемь, семь, восемь, двадцать четыре, сорок четыре. Что первое нужно обязательно знать об этом художнике, чтобы понимать себе образ мысли этого человека, формат его творчества, самое основное? Что он по-настоящему патриотичен. И в это слово хочу вложить самый гуманистический смысл, без всякого иронического потекста, потому что вот реальный факт. Почему он не получил всероссийскую известность, или даже, может быть, всеевропейскую, при всем своем таланте, профессионализме, при отличных качествах художника? Потому что когда предоставлялся выбор, где ему оставаться, можно в Москве, можно в Петербурге, а можно вернуться на родину. Вот на родину как раз и вернулся. И почти все его жизнь связана именно с Оренбургом, хотя можно было бы применять провинцию на какие-то более широкие круги, на более выгодное знакомство. И даже еще один тоже реальный факт, когда он в свою успеваемость хорошую получил награду в виде двух поездок по Европе, он одну из этих поездок сохранил, а другую обменял на поездку по России. То есть его приглашали в зарубеж, и там можно было бы еще один круг бесплатно совершенно совершить в качестве награды. Он вернулся в Оренбург, и потом и Башкирия, и Казах в той степени это выяснилось, что это ему даже казалось пресижнее, полезнее, нужнее, нежели какие-то заграничные командировки. Поэтому такой нормальный, здоровый, светлый патриотизм, очень такой действительно убедительный, без малейшей фальши, этот человек, который любил свой край, не покажу, что он любил его по-настоящему. И, кстати говоря, я за него очень досадую, потому что он заслужит больше известности, чем он получил. Он передвижник, и передвижник очень высокого мастерства. И я бы сказал, что искренне тоже не понимаю, как такое может быть, что Ярошенко гремит как мастер первой величины, Коровин-импрессионист тоже гремит как мастер первой величины, а, тем не менее, сочетающий в своем стиле импрессионизм Коровин на том же уровне. И передвижник, что Ярошенко тоже на таком же высоком хорошем уровне. Рукьян Попов никому почти неизвестен. Это досадно, это обидно. Жизнь короткая, 40 лет всего. И очень тихий нрав, когда человек никогда лишний раз не вышел, не выпендривался, не засвечивался. Он был профессионал, он был мастер, он тихо сидел в углу, делал великолепную работу, но не умел себя рекламироваться. По поводу еще его биографии, да, мы сказали уже, что он уроженец Оренбурга. Как так получилось, что он в итоге встретился с передвижниками, вошел, как сейчас вы это сказали, в их тусовку, в то время объединения художников? Счастливый случай. Он поглядел на выставку самарских художников, которая исправилась, она была передвижная, поглядел, выразился, сказал, что я тоже так хочу и тоже так могу. Он бросил образование в 19 лет, он вообще работал в пищебумажном магазине, которым заведовал хозяин по фамилии Курников, что интересно, да, всюду рифму, всюду совпадение. Надо бы потом уточнить, тот или не тот, может быть, даже предок какой-то его не исключено. Так вот, что любопытно, это человек, который принес однажды по заказу Аполлинарию Васнецову, не Виктору, а Аполлинарию, но тоже известному художнику Раму принес на заказ. И после этого действительно его приманило в Москву настолько, и в Питере даже он понял, что эти города мои, этот человек, который, будучи в кругу передвижников, он стал там совершенно своим, он еще понял, почему он там должен оказаться, потому что в то время это было место свободы. Это было место настоящего творчества, и именно передвижники были люди, которые творили искусство настоящее. Академия художников, к сожалению, она себя к тому времени не вчерпала. Она придумала какие-то банальные сюжеты, очень много там было бюрократия, рамок там было взяток, там были какие-то совершенно интриги нелепящие. И вот когда художник желал получить вратую медаль, он должен был рисовать картину на придуманную тему, совершенно ему неинтересную. Пиросифонов, пускающиеся каиду в ад. Или, например, там, как-нибудь пиршественная церемония во дворце коллегуры. Зачем им это, когда они знают совершенно другое? Они должны рисовать пейзажи, натюрморты, быт их окружающие. Почти все художники были в крестьянских семьях, многие крепостные, получившие вольную. Потому что действительно Академия художников позволяла себя самовыражать в очень узких рамках. И когда пирижники сказали, а почему нельзя нарисовать свое? Почему мы должны рисовать пир-волгалы? Почему мы должны рисовать какого-нибудь Гектора, да, когда мы знаем хорошо наш деревенский мир? Нет, нельзя. Тогда мы у вас не будем в вашем кругу, мы пошли вон, мы пошли прочь. И это был такой бунт, это была такая действительно свободная их линия поведения, что они начали тратить реализм, очень тщательный, живой, искрупулезный, публицистичный. И вот, что могу сказать, конечно, это почти одно и то же. Это могучая кучка в музыке и пирижники в живописи. Это синонимы, две стороны одной медали. Потому что добротная народность, полнейший реализм, в общем, большое желание вольного дыхания. Это объединяло этих людей, тех, которые были могучей кучки, те, которые были передвижники. Поэтому, поскольку картины по-разному показать нельзя никак, описанных словам дело неблагодарное, я думаю, что рассвет на морской реке Мусорского, да, это вполне синоним к тому, что делали передвижники. Поэтому можно поставить эту музыку вполне, и она будет иллюстрировать то, как они желали творить, и какие у них были вполне подлинные, реальные жизненные устремления. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это Модест Мусорский, композиция «Рассвет над Москвой рекой», и как раз, по вашему мнению, это схоже с тем, как рисовали передвижники, и в том числе Лукьян Попов. Получается так. Да, и, кстати говоря, Лукьян Попов, чем меня привлекает? Человек очень полемичный по своим изображениям. У него на подавляющем большинстве картин диалоги, беседы, споры, иногда даже конфликты. И у меня возникает такое иногда странное ощущение, что его картины говорят. Я вообще очень люблю посещать именно залу Лукьяна Попова, в нашем музее, тут я выхожу регулярно, всякий раз, когда меня в музей выносит, просто не могу этого и вбежать. И у меня всякий раз возникает такая лизия, что у него говорящая картина. Вот люди сидят, они ведут какую-то полемику, я эти слова буквально слышу. Потому что он очень хорошо находит ракурсы, повороты головы, жесты, взгляды. Это именно живые персоны, которые буквально извлекают реплики, которые могут звучать в ваших ушах. Это тема споры, тема полемики, тема дружеского круга, например, круга каких-то непримиримых противников. Это такая тема, которая проходит красной нитью. Вообще Лукьяну Попова большое разнообразие сюжетное, когда он рисует. Ну, конечно, передвижники всегда рисовали крестьян, и всегда рисовали каких-то провинциалов, они рисовали мещан, купечество. Тех людей, которые считались низшими слоями, но тем не менее, все равно. У них свои страсти, у них свои трагедии. И был бы глупо выжимать уши и закрывать глаза на их проблемы. И, конечно, очень много получен, где всяческие ходоки, перебежчики, арестанты, несчастные, коллеги-бродяги, впящие там после своих длительных походов в китайца. Это все его темы тоже крыгольным камнем являющиеся. Но очень у него много тем именно полемики идейной. Когда я вижу полотно, скажем, «Товарищи», и я там вижу, что буквально можно понять, что это ведется полемика об искусстве. Потому что лежит палитра цветных красок, потому что лежат музыкальные инструменты, потому что гравюры на стенах висят, да потому что человек читает бумаги явно стихотворения, свои авторы пытаются обсуждать. И все эти вещи, которые вхвачены воедино, это кружок единомышленников, которые ведут речь о состоянии сегодняшней культуры. Или картина, например, тоже мне очень нравится, которая имеет два названия. В чем уже «Истина» или «Искатели истины». Я специально даже у себя на стене ВКонтакте две каракатины своих любимых выложила. Там слышали разные люди, там военный сидит, там священник тоже, да. Спиной повел к нам явно преподавательный интеллигент, может быть, даже педагог, у него лифты какие-то в руках. Там девочка выбегает, школьник стоит, да гимназифт. И все это понятно, что каждый из них искатель истины, каждый из них пытается понять, в чем правда, на чьей она, на моей ли в стороне, на в стороне ли власти, на в стороне ли веры, на в стороне ли интеллигенции, на в стороне вообще ребенка. Там старик сидит, у него тоже своя правда. Вот это вот полимичное отношение к жизни, когда буквально в полище бесщедующего картины они мне очень блевки. Кроме того, что еще тоже хорошо действительно у Лукьяна Попова, что я люблю в его стилистике, его персонажи почти всегда не шаблонны. Потому что есть определенные типажи. Как нужно рисовать бедного крестьянина? Как нужно рисовать интеллигент? Тогда даже передвижники к финалу своей карьеры к концу, уже к рубежу 19-20 веков начали впадать в штампы. Увы, но это так. Они в конце уже начали отстраивать прежние принципы с меньшим усердиями и уже начали потихонечку деградировать. Но он всегда был небанальный. Чем отличался его стиль? От тем, что это люди буквально были выхвачены из толпы, это были не типажи, а совершенно реальные персонажи. И вот когда была выставка, куда привалило 350 человек в день, при обычном посещаемости 90 человек в день, все изумлялись, какая шквальная популярность у Лукьяна Попова, что обычно по 90 ходят, и пришло 350. Потому что его выставка, когда она притянула как магнитом всех людей, они ходили и узнавали, буквально кричали, «Степан! Наталья! Николай Петрович!» «Да, я вижу, это Парфен!» «Это его лицо!» «Да, я точно помню, что это Парфен!» Так вот, когда люди просто узнавали своих соседей, случайных собеседников, тех, кто с ним жил бок о бок, или тех, кто были случайно встречные, они просто их называли по лицам, по именам, он выхватывал, у них была неимоверная фотографическая память на лица, на облики, на жесты, и когда это были не типажи, какие-то средние, да, среднефресистические крестьяне, фресистический купец, нет, это были реальные, Парфена, Наталья, Максима, да, все эти люди, которые были живущими персонами, их узнавали, и буквально, ты пошел на скул, ты увидел тех, кто окружает себя в реальной жизни, ты увидел себя, ты увидел свою мать, ты увидел своего брата, и вот это очень привлекает. Я безумерно люблю две его картины из нашей коллекции, именно оренбургской, «Горе и портрет бабушки». Какая-то он бабушка совершенно живая, да, в платочке, и у нее такое ощущение, что она сейчас скажет, «Мирок, а как твои успехи? Да на тебе пирожок, пожалуйста». Допустим, я бормотание слышу, а горе там две вдовы сидят. Одна пожилая, другая молодая, и молодая молчит. У нее слезы уже не могут слить, такая боль, что на слезы сил не хватает. Да Мишель Монтейн как говорил, у настоящего горе сухие глаза. Она не может плакать, потому что она подстоящему горюет, у нее нет сил даже на слезы. И вот это психологичность, его точность, это умение его не быть банальным нигде. Да тема крестьянства уже стала заезжена именно, да, во многих поздних произведениях передвижников. Он ее сказал всегда не банально. И опять же, Мусорский, да, опять же, тоже такая рифма, если искать аналогию. Когда произведения, да, крестьянские произведения Мусорского, конечно, не огромные, да, конечно, не Хаванчин, конечно, не Борис Годунов, а камерные. Его песни, его амансы на крестьянскую тематику. Вот, пожалуйста, да, колыбельная Мусорского, в пиво с ней крестьянский сын. Как это похоже на крестьянский кратер наук Яна Попова? Давай ки фуэмню. Мусорский, да, в пиво с ней крестьянский сын. Мусорский, да, в пиво с ней крестьянский сын. ПЕСНЯ Модест Музырский, спиус «Некрестьянский сын» Как раз, наверное, отражает во многом Показывает нам, можем сравнить со стилем художника Лукьяна Попова Если говорить о его личности, о его жизненном пути Насколько он был сложным, легким Вроде бы такая популярность, как вы говорите Несмотря на то, что он жил в провинции Он состоял в объединениях, которые были известны на всю Россию Вроде бы все хорошо Этот человек был вещь в себе Если вспомнить выражение Канта Никто о нем ничего до конца не мог знать о его духовной жизни Потому что он был интроверт до морской костей Иногда он носил в себе такие бездны адские Это потом выплесли в последнюю секунду Когда никто даже не догадывался Но вот все, кто знали о его раннем уходе Не думали, как может быть настолько рано Здоровяк, спокойный, уравновешенный Всегда тихо улыбающийся Да ни на что не жалуешься Он умел все это держать в себе Он не мог ныть Он не мог как-то действительно кляузничать Клянчить, что-то выпрашивать Он был вещь в себе И такой совершенно забор громадный Отделял его от всей этой массы Кишело, которая крутилась своими 7-минутными запросами Он творил и молчал И вот, наверное, здесь нужно два таких момента схватить Это то, как он занялся рифтоврацией Когда действительно он очень уважал Маковского Он немного даже у него учился И он понимал, что нужно сделать для Маковского Что-то такое очень доброе И он взял те его работы, которые были в Казанском соборе Оренбургском, он их отель в Таврилу Они были в чудовищном состоянии И он их буквально довел до нормального вида И, в принципе, его никуда никуда не побуждал Да, просто долг такой необходим был Да, отдать вот такую свою плату Человеческую руками Да, именно своим трудом Той личности, которую он уважал Рифтоврация действительно поврошла блестяще Потому что ничего он делать Кое-как не умел Он был мастер настоящий А что касается вот этого финальной страницы жизни Да, фактически, его предали Предали те, как он был присущ полностью Кому он отдавался целиком Всем своим талантам и трудом Те же самые передвижники Потому что их последняя встаница биографии Это история о том, как они уже, наверное, Обрели какую-то власть, популярность И начали потихонечку сбывать о прежние идеалы О своих молодых, кипящих натурах О своих идейных побуждениях Когда этот человек вдруг неожиданно ушел Потому что они все от него отвернулись По глупейшей причине У него погибает ребенок Слепорожденный Ему сделали операцию этому сынишке И сказали, лежи в темноте Лучше глаз не открывай А потом уже решили глаза открыть И вот когда он должен обрести зрение Он открыл свои глазинки прооперированные И вдруг неожиданно страшно закричал Папа, я что-то увидел Я что-то вижу И отец рванул к нему И он увидел, что ребенок лежит Уже что-то увидевший с открытыми глазами Обретший зрение и бездыханный Что он такое увидел, да загадка полнейшая Что его так шокировало Только прозрел и сразу же скончался Да, представьте, какой шок для отца Который не трясся, который не пожалел денег На операцию лучшего акулиста Гиршмана И вот после этого, когда он написал Полотно, где был вброжен его Ребенок, такой ему дорогой Такой трагически ушедший Передушники сказали Картина хмурая, унылая Она будет портик праздничный экспозитор Где должно быть триумфально, лекуще и победно Они и впортят эти размышления печально над этой фольбой ребенка Позитивные впечатления от наших болотен Это же предательство, да? То есть фактически, в том, что картина была печальнее всех остальных И он не заехал в планировать Месяц он молчал, чем месяц его не встало Он, опять же, никому не жаловал Сам повстаносил все это в себе Ходил и переживал Мы до сих пор никак не поймем Да, какие у него были убеждения Реационные или, наоборот, совершенно патриархальные Потому что у него картины Имеют сюжет такой, что может трактовать как угодно Имели разные заголовки Вот, например, картина называется «Агитатор», да? А другое название, «К закату», «Пойдешь, бились» Название нейтральное и название религиционное Или картина «Вставай, подымайся, рабочий народ», да? Или сокращенно написано «Вставай, подымайся» с многоточием Понятно, что это цитаты из религиционной песни И другой вариант картины называется «В деревне» Та же самая картина И вот нам не понять, а какой же групп был первоначально Агитуционный религиционный или, наоборот, совершенно нейтральный Любил ли он власть? Ненавидел ли он ее? Понять вообще никак невозможно Он все таил в себе Поэтому многие его картины Это такой двойной сюжет То ли они нейтральные То ли они вот очень боевые и прижимные Хотя понятно, что в теме, когда он жил Все эти религиционные идеи кипели Населись в воздухе И по многим песням это понятно Но вот песню «Вставай, подымайся, рабочий народ» я не нашла А другую религиционную песню В плане хора «Свершенького дому» Можно вполне послушать Которая отражает отношение его Именно человеческое, да? Не столько идейное, сколько человеческое Ему жаль тех людей, которые погублены не за что И жертвою парит в борьбе Родковой Любви беззоветной к народу И Бог дарит все, что могли за Него За жизнь его чести с тобой Композиция «Вы жертвы и пали» В исполнении хора Свешникова Ну и не дожил он, в общем-то, до революции Буквально несколько лет Трех лет В 1914 году он скончался В Оренбурге именем Лукьяна Попова Названа улица, где он жил Но остается у нас буквально пару минут до конца эфира Что еще нужно отметить Из его характера и творчества Чтобы у нас получилась такая целостная картина об этом Сам себя вздевший человек Действительно, я уже сказал, что 12 лет Это совершенно самостоятельно Когда он пошел в оконопивную мастерскую Когда он тоже не пытался с кем-то Выучиться какими-то поддержками Вырубкого характера Да, такими интригующими Даже Академия Художеств Которая иногда сознательно решала Кто получит золотую медаль Кто ее не получит Тут в этом отношении нужно иногда Бросить наделку совестью Никогда не шел Именно он прекрасно понимал Что лучше я пусть останусь с меньшими наградами С меньшими кругами общества Знакомства, да, влияния Но я наделку в росте не пойду Спокойный, тихий, негромкий, цельный человек И что еще тоже любопытно Он показал, что нельзя человека презирать Если у него низшие слои Потому что многие художники рисовали так Именно эти круги низкого населения Перов тот же самый, да Или некоторые полотна Репина Что видно, это прежде всего душой стирающее Боль за них это жалость Сказал бы он, наверное, как Герой Максима Горького Жалость унижает человека Никогда ни на каком его произведении Мы этой ноты жалости не встретим Абсолютно Да, она нигде не звучит И это сочувствие иногда Может быть даже чрезмерно Больное, надрывное, страдальческое У него не отсутствует Уважительная нота Какие бы нищие в кисть свое Он не рисовал Вот, пожалуйста, девочка, которая Старит девочка-сенка на новом полотне Она одеет, что одновременно Плотного, упитанного ребенка Тяжелую массивную корзинку Да, ну не жалости то, что она вот Без конца живет в нищете Таскает на своих руках Эти тяжелые корзинки Этого упитанного младенца Девочка стоит совершенно спокойно Девочка стоит, понимая Такова жизнь Ничего другого меня все равно не ждет Я спокойно этого воспринимаю Вот такой тоже был Ну, прям попов Ну, и в завершении программы Нам, наверное, осталось только Призывать наших слушателей Отойти до Оренбургского музея Посмотрите, да вы взгляд меня Да, абсолютно Посмотрите на эту мою любимую папушку А мы благодарим нашего сегодняшнего гостя Программу «Выбор времени» Доцента кафедры философии, культурологии и религоведения Елена Тарасенко Спасибо большое, до свидания Всего вам доброго Эхо Москвы Мы с вами Да что он себе позволяет Тоже мне четвертая власть Отчего ты это мне-то говоришь Скажи Гонопольскому А как я ему скажу В блогах, на сайте Эхо Ищи Матвея Гонопольского Все Дальше я сам Ну, я ему Да на здоровье Заходи Гостям